Из протокола заседания Государственного антинаркотического комитета. За год появилось 62 ранее неизвестных психотропа. Наркодилеры используют IT-технологии, за зелье берут криптовалюты. По 228-й суды в большинстве случаев отправляют за решетку лет на 5, организаторов на 25, но это редко. Адвокаты утверждают, сажают потребителей, а не распространителей. Следователи говорят, одно другому не мешает. В России каждый день от наркотиков умирают более 20 человек. Подробно Владислав Беляков. Городской суд Санкт-Петербурга 42-летнего Антона Буксирного обвиняют в торговле наркотиками по всей стране через созданный им интернет-магазин. Преступную схему он вовлек 20 человек. За создание ОПГ мужчине грозит вплоть до пожизненного. В 228-й наркотической статье российские суды рассмотрели около миллиона дел. Это только в прошлом году. Юристы говорят, чаще всего эта статья встречается в европейской части страны. Неудивительно, что в исправительных учреждениях Петербурга и Ленобласти 40% заключенных отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Такую статистику приводит региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Фактически каждое четвертое или каждое пятое дело – это наркотики. Причем в основном это не сбыт. Человек либо хранит, либо употребляет, либо изготавливает без цели сбыта. Ну, для себя. Как говорят юристы, существует перекос системы уголовного преследования в сторону потребителей, а не распространителей. А человек просто начинает запугивать, что мы тебя посадим, будешь сидеть. У тебя есть два варианта. Либо молчать, либо ты сейчас кого-то еще сдаешь. В итоге, как муха набивает штук 10-20. И статистика вроде как и раскрываем. Несмотря на массовость распространения наркотиков, пожизненный срок в российской судебной практике за это был назначен только один раз. В прошлом году Мособлсуд вынес суровый приговор наркоборону Ширали Табарову, как организатору наркокартеля. В Азии и на Ближнем Востоке с наркотрафиком борются безжалостно. В Малайзии и Сингапуре казнь через повешение. В Саудовской Аравии отрубают голову. В Китае, Таиланде и Индонезии приговаривают к расстрелу. Для иностранцев исключений не делают. Повара Романа Калашникова задержали в аэропорту на острове Бали с тремя килограммами растительного наркотика. Он спрятал его в тюбиках зубной пасты. Сначала Калашникова приговорили к смерти, но казнь в итоге заменили 17-летним заключением. Наркотики в Россию поступают в основном из Афганистана. Транзитом через бывшие союзные республики, зачастую по воздуху. Перевозили наркотические средства непосредственно в себе под общим названием глотателя. В том числе были летальные случаи. Это разрыв капсулы, либо невозможно человека продержать себе такое количество наркотических средств. Вот что бывает с наркоманами. Это полный ***, ребята. Никогда не подправляйте наркотики. Сегодня в России около 7 миллионов наркоманов. Лечат их по-разному. Очищают кровь, кодируют. Но избавиться от зависимости удается далеко не всем. Если ты зависимый, ты зависимый на всю жизнь. Просто ты можешь быть либо трезвым, либо употреблять. Если человек срывается, очень высокая вероятность, которая приближается к 100%, что он вернется в систематическое употребление в ближайшее время. Не бывает бывших наркоманов, но бывает ремиссия длиной в жизни. Такое возможно. Каждый год от наркотиков в России умирает около 10 тысяч человек. Это лишь официальная статистика. Большинство специалистов, представители закона, медицины, власти сходятся в одном. Репрессивные меры усиливать бессмысленно, но рассказывать, насколько это страшно, надо обязательно. Только профилактика и пропаганда здоровой и полноценной жизни могут изменить ситуацию. Владислав Великов, Степень защиты.